МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня гость программы «Мой вопрос» председатель Лицкого райисполкома Сергей Ложечник. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте. Поводом нашей сегодняшней встречи стало 6-е Всебелорусское народное собрание, которое проходило в Минске 11 и 12 февраля, и участником которого вы были. Да, были. Участвовали. Это уже не первый раз. В 2015 году были первый раз, и вот уже сейчас ехал. Шикарно подобрана делегация. Люди выбрали делегатов, поэтому все ехали с такой огромной ответственностью. От нашего региона на форуме присутствовали 30 делегатов. Это люди разных возрастов, разных профессий и разных сфер деятельности. Да, вы совершенно правы. Охватили все сферы деятельности, чтобы наш Лицкий регион был широко представлен. Ну и наша делегация была самой крупной, можно так сказать, после Гродно, из Гроднинской области. И все они небезразлично относятся к тому, что происходит в Беларуси, как она будет развиваться дальше. И на форуме они получили ответы на актуальные для себя вопросы. Вы знаете, да. Многие люди были впервые на таком форуме. И когда мы общались, там и в перерывах, и после этого завершения нашего Всебелорусского собрания, то вот у каждого видел, слышал огромное восхищение. Конечно же, тем услышанным, что обсуждалось на собрании. И тем, действительно, что получили ответы на все свои вопросы, с которыми они тоже ехали. И переживали, возможно, будет ли отражена эта сфера или не будет. Все услышали. И эти ответы были прежде всего в выступлении президента. Да, конечно же. Там без малого пять часов глава государства выступал. Я не знаю, вот еще раз повторюсь, это тот человек, который, ну, человека, который больше любит свою страну, я у нас не видел. Важны все вопросы, поднятые на форуме, но давайте остановимся на некоторых из них. Главной темой, конечно же, была экономика. От ее развития зависит благосостояние белорусов. О чем говорил президент? Конечно же, за пять часов были охвачены все сферы. Конечно же, и социальный блок широко раскрыт. Конечно же, вот и тема экономика, то, о чем вы спрашиваете. И цифры очень впечатляющие. Очень впечатляющие. Это, конечно же, рост внутри страны. То, что нужно было сделать, конечно же, для наших граждан. В первую очередь, так. И то, что в нашу вот республику, если взять посмотреть рынки сбыта нашей продукции, ну, то, может быть, на пальцах можно пересчитать те страны мира, где Беларусь не присутствует в своей продукции. А это уже говорит о серьезном экономическом потенциале, серьезном таком потенциале наших предприятий, специалистов, которые там работают. И еще одна тема, которая не может быть никому безразличной, это общественно-политическая обстановка в Беларуси. И о ней тоже говорил Александр Лукашенко. Да, это отдельный блок, который глава государства осветил нам. Для нас это не новая эта тема. Если сказать, в частности, города Лиды, то у нас обстановка спокойная. Люди работают. Сказать, что это не волнует, конечно же, волнует наших людей. И что происходит в целом стране, в городе Минске. Важно, что сегодня обстановка стабильная, предприятия работают. Люди понимают, что это, чем может грозить, прежде всего, для них самих. Ну, а глава государства широко осветил эту тему. Не только в рамках нашей республики, а как это отражается и за пределами нашей республики, среди наших соседей. Там было все подробно разложено. Не буду оригинально, если скажу всем известную истину. За молодежью будущее. Что касаемо молодежной политики, какие приоритеты и ориентиры ждут ее в ближайшую пятилетку? То, что это приоритетное направление, уже даже можно судить по тому, что и среди выступающих на 6-м Всебелорусском собрании были молодые люди, которые, видно, что от души говорили, что их беспокоят сегодня, как они видят тоже развитие сегодня и завтра нашей республики. И довольно обоснованно. Мне приятно, что у нас есть такая молодежь. И я знаю, что в Лиде их немало. В какой сфере, по мнению президента, нужны белорусам серьезные перемены? Здесь, понимаете, слово «перемены» – это довольно такое революционное отношение к этому вопросу. Здесь больше шел разговор у главы государства об эволюционном развитии любой сферы нашей, в том числе экономики, социальной, сфере спорт, туризма и так дальше. Ну, сказать, что мы что-то не так делали, нам не на что обернуться, посмотреть – есть. Поэтому не надо здесь куда-то что-то менять. Эволюция. Увидели, что есть что-то лучшее, разработали что-то наши ученые, предложили – пожалуйста, развивайте. Участие в 6-м Всебелорусском народном собрании приняли почти 2400 делегатов из разных регионов Беларуси. Однако не каждый мог выступить и рассказать о том, что волнует со сцены. Вы же были в числе выступающих. Да, вы совершенно правы. Когда мне предложили, сразу переполнило волнение. Но потом, когда мы с Владимиром Степановичем поговорили, прежде всего со своей командой в городе Лида, не буду скрывать, где-то и советовалась и с жителями нашими, которые тоже участвуют довольно активно в общественно-политической жизни и развитии города нашего. Поэтому с гордостью принял это предложение – выступить. Волновались? Конечно, волновался. Это огромная ответственность. Ну, с гордостью принял это предложение. Хотя говорил о тех вещах, которые мы делаем, мы ими живем. Ну, человеку, так, ну, как говорят, присуще волноваться. Не ради лести скажу, что волнения во время трансляции я не заметила. Это было достойное выступление. Спасибо. Прежде всего, чувствовал поддержку наших делегатов, которые, вот мы вместе ехали с которыми. Свой доклад вы начали с приоритета, обозначенного президентом. Сильные регионы – сильная страна. В чем же сила регионов и насколько силен Лидский регион? Вот, видите, вот ваш вопрос, он тоже такой емкий, и на него можно с разных сторон посмотреть. Прежде всего, это можно вернуться к тому вопросу, который вы задавали немного ранее, да, это вот перемены. А вот это говорит о том, о развитии. То есть, в свое время глава государства увидел, что сегодня мир развивается новыми технологиями, новыми подходами. И вот в таких сильных регионах нужно концентрировать определенные вещи. Вот это возвращаясь к эволюции, а не переменам. А то, что вот именно Лидский регион сегодня становится таким вот действительно базовым городом для развития, таким локомотивом развития определенных отраслей. Вы знаете, прежде всего, конечно же, нужно связать это с инвестиционной привлекательностью региона. Это с той базой, которая сегодня у нас есть. Инвестиционную привлекательность, опять же, нужно смотреть не только какая-то нормативная база каких-то документов для ведения бизнеса, развития производства, так скажем, экономических подходов. Это, конечно же, инвестиционный потенциал в виде социальной сферы. Это сильнейшая мощь в виде образования, здравоохранения, спорта, трудовой потенциал в итоге. Поэтому это очень широкое понятие, сильный регион. Предлагаю послушать небольшой отрывок из вашего доклада. Интересно. Если в промышленности добились устойчивой динамики, то в сельском хозяйстве сохраняются проблемы. Прежде всего, неравномерное развитие в рамках района. Наряду с лидерами есть остающие сельхозпредприятия, у которых показатели крайне низкие. Им уделяем особое внимание. Не каждый решится на таком масштабном форуме перед главой государства на такие откровения. Это свидетельство того, что там говорили о том, как мы живем. И эти вещи, вы знаете, да, конечно, можно потом после них подвергаться критике какой-то. Но еще раз повторюсь, мы так живем. И вот в этом своем выступлении я хотел отразить опять же эволюцию. Не перемены. По-моему, в 2007-2008 году была такая программа развития молочного скотоводства. И благодаря опять же этой программе, благодаря тому, что мы видели мировые тенденции, мировые подходы, мы знали технологии. Наши ученые шикарно работали в этом направлении. И мы вот эти вот подходы крупнотоварного производства внедряли в наши республики. И благодаря этому, понимаете, вот мы сегодня имеем почти 6,5 миллиардов долларов только экспортной выручки сельхозпродукции нашей произведенной. Из вот 7 миллионов тонн молока, которые наша республика производит, мы, белорусы, потребляем только 2,4 миллиона тонн. Следовательно, все остальное – это экспорт. И мы уже сегодня входим в пятерку стран экспорта молочной продукции. Там масло, сыры, там еще повыше места у нас. И вот Лида, я думаю, она будет, не то что думаю, я уверен в том, что вот Лицкие наши сельхозпредприятия, видя флагманов нашей республики, они сегодня тянутся просто с огромным желанием. У людей растет заработная плата, мы тоже внедряем эти современные технологии. Вот только в прошлом году мы приобрели более 100 единиц разной техники и агрегатов, которые опять же вот работать будут на технологии и, конечно же, на результат. И улучшение благосостояния жизни наших сельчан. Затем вы говорили о кадрах и снова были откровенны. Есть проблема. И думаю, не только в нашем регионе. Где-то не хватает кадров, а где-то кадров не хватает, даже не то чтобы опыта, сколько подготовки. Вы знаете, где бы ни работал, всегда существовало данное. Ну, не проблема, данный вопрос. Это постоянная работа. Подбор, расстановка кадров, их совершенствование. Потому что ничто не стоит на месте. Даже вот 20 лет назад, к примеру, если человек получил инженерное образование, то без постоянной вот такой самоподготовки где-то, да, без постоянной подпитки новой информации, ну, сильно вот не разовьешься. И это все понимают. Наши руководители здесь в регионе, мы постоянно с нашими руководителями крупных предприятий, там, индивидуальных предпринимателей и так далее, все общаемся. И у каждого свои подходы. Кто думает о будущем, он постоянно работает с кадрами. Он постоянно их, еще раз говорю, отправляет на различные курсы. Сегодня это все организовано. А если возвращаться к моему докладу, в котором я раскрывал тему именно подбора и расстановки кадров, то, конечно, у нас это, ну, серьезный ресурс, еще вот достижение наших целей. Это, ну, и потенциал, опять же, да. Поэтому мы вот, если брать даже сельскохозяйственную тематику, то в прошлом году мы 33 обучающих различных семинара провели только по сельхоз тематике. Вот. И обучали от руководителей среднего звена и рабочего персонала. И повторюсь, опять же, что даже самое совершенное современное оборудование, ну, в руках, я это там дословно помню, ну, неграмотного, ну, не вовремя просто вот человека, который, ну, усовершенствовал себя, даже трудолюбивый. Трудолюбивого человека – это просто, ну, никчемная груда металлолома. Поэтому учиться, учиться, еще раз учиться. Как я понимаю, на взращивание своих достойных кадров и на закрепление молодежи на малой родине направлен и рассчитан и инициированный вами новый проект «Экономика. Личность. Будущее». Да, вы совершенно правильно расставили эти слова даже по приоритетам. Именно экономика – это то, что у нас уже есть. Это наша сила Республики Беларусь, могу сказать, даже не побоясь этого всего. Это современное предприятие. Это современная технология, которая есть сегодня. Вот именно это первое слово. Потом у нас идет личность, так, это и будущее. То есть многие меня переспрашивали, говорят, почему вот именно говоришь, что преподаватели и молодых людей. Вы знаете, вот большая гордость всегда хотелось своим преподавателям, учителям, которые меня вот по жизни сопровождали, ну, начиная даже от школы, показать сегодня, что вот непосредственно мы делаем, да, как живем, где работаем. И когда мы вот пришли к этому выводу, что нужно сегодня наших учителей, даже начальных классов, математики, физики, химии, показать им, где работают их выпускники, их дети, которых они когда-то обучали, то есть еще раз повторюсь, математики, физики, химии, да, что сегодня учителя наши, они строили тоже Республику Беларусь. Не просто люди, которые работали где-то, ну, конкретно уже на предприятиях, там, или в хозяйствах, или в промышленности, там, опять же, да, а именно учителя, потому что, ну, им и нет возможности даже посетить тот или иной завод. И когда учитель химии видит, что еще лет 15 назад такой вот продукт, как сыворотка, это считалось отходом производства, а сегодня ее на молекулы раскладывают, на молекулы, да, а вот влага, которой даже вода остается после вот того, как извлекли там полезные там вещества, то и снова эту воду используют в производстве, то я думаю точно и уверен, что этот учитель химии испытывает вот гордость даже за себя, что он смог вырастить таких вот детей, которым эти новые технологии, они как орешки щелкают, да, или когда сегодня в наш белорусский трактор вот садишься в кабину и видишь перед собой там, ну, 250 кнопок, джойстик, как у самолета, да, и три монитора перед собой, то я думаю, понимают сегодня и программисты, наши учителя, которые учат программирование, и математики, и тоже химии, что сегодня механизатор это не парень, который там, знаете, вот пришел, сел и пошел работать, это я считаю сегодня должен быть человек уже с высшим образованием, потому что эта техника, она космические технологии у себя использует. И у нас таких предприятий в Лиде просто вот, они все такие, все, поэтому вот прежде всего хотелось поднять вот эту вот гордость внутри у преподавателей наших, вот чтобы они посмотрели, чему они научили наших детей, и как нужно дальше тоже вот где-то, возможно, какой-то профиль усиливать. Ну вот продолжу вашу мысль, проект уже реализуется, и уже, я знаю, есть определенные договоренности между учреждениями образования и предприятиями по вопросу взаимодействия. Так, например, учащиеся химико-биологических классов будут посещать лакокраску и там получать дополнительное знание. Ну вот здесь вообще ограничений нет. Мы бы этот проект запустили гораздо раньше, но вот, к сожалению, вот эта пандемия, которую, знаете, мы не подвергали риску наших граждан, ни работников предприятия, ни учителей, ни детишек. Вот, поэтому здесь не будет только ограничения по лакокраске. А почему им не показать там тоже наше предприятие конус? Тоже химия. Понимаете, почему не показать наше предприятие, где производят люстры, которые во всех дворцах известных нам стран висят? Знаете, да? Такой каскад. Там такие сварочные аппараты есть, которые многим даже и не снились на сегодняшний день. Это уже у нас есть, у нас в Лиде такие технологии. То есть вот именно технику можно посмотреть уже непосредственно на предприятиях, а не только в учебниках, в интернете и где-то на картинках. Да, да, да. И тогда вот наши учителя все-таки будут говорить, что я вот учу не для того, чтобы он поступил куда-то выше у заведения, а чтобы он понимал, что нам нужны специалисты, чтобы он был уверен, тот ученик, что он нужен нашей республике. Поэтому я особо вот выступление подчеркнул, что именно можно самореализоваться на малой родине именно. Еще один отрывок из вашего доклада и продолжим беседу. Удивляете. Всего за два неполных года после принятия решения о включении Лиды в программу ускоренного развития мы получили взрывной эффект строительства жилья. А в текущем году удваиваем объемы в сравнении с 2020 годом. Начали строить новый микрорайон «Север». Удваиваем объемы строительства жилья в Лиде. Похвастаться таким, уверенно, может далеко не каждый регион. Да, вы совершенно правы. Это, опять же, великая гордость того, что вот за два неполных года, когда принималась программа по ускоренному развитию, нас услышали о том, что есть очень много нуждающихся, прежде всего, в строительстве жилья. Есть потребность такая. А это немалая подготовительная работа, в чем это определить. Прежде всего, землю где-то будет, участки и так дальше. Выделить это, поменять градостроительную документацию. И вот благодаря этой программе это сделано было в кратчайшие сроки. В кратчайшие сроки. И сегодня мы закладываем новый микрорайон «Север». Если мне не изменяет память, порядка 33 тысяч жителей только будет жить. А это я еще раз говорю. Я говорю всем своим бизнесменам города, опять же. И смело это говорю. Это вот строительство жилья, это драйвер сегодня для всего сопутствующего. Представляете, в этих квартирах будут люди делать ремонты. Это обои, продажа плитки, клея, гвоздиков, плинтусы и так далее, что там подобное. То есть строительство жилья с государственной поддержкой – это драйвер. То есть наши бизнесмены должны понимать, что им на ближайших 2-3 года работы будет предостаточно. Поэтому мы должны в унисон говорить о том, что мы понимаем, что происходит в нашей стране. Эволюция. На Всевелорусском народном собрании вы говорили и о медицине. В частности, о ее развитии в нашем регионе, о вложениях в нее и о создании межрайонного медицинского центра на базе Лицкой центральной районной больницы. Отдельный блок. И опять же, возвращаясь к тому, сильный регион. Сильный регион. И вот один из его блоков сильного региона – это развитие медицины. Мы, конечно же, я думаю, вы знаете, что в 2020 году мы вложили немало средств в нашу медицину, в странную районную больницу. Практически нам удалось завершить капитальный ремонт нашего хирургического корпуса. Но опять же, пандемия помешала. И мы вот 65% этого здания сделали ремонт. Наши строители, опять же, Лицкие. А здесь физически не смогли, потому что не было куда разместить пациентов. И на четвертом этаже у нас находится реанимационное отделение. Поэтому 2-3 месяца у нас произошел такой перерыв. Но вот уже с 1 февраля там полным ходом работают строители. И вот буквально пару месяцев и весь хирургический корпус, его капитальный ремонт будет завершен. За это время, конечно же, вы, я думаю, тоже видели и вы освещали эти темы. Появился новый компьютерный томограф у нас. Со дня на день он будет уже введен в эксплуатацию. Специалисты прошли обучение. Ну а если возвращаясь, конечно же, в медицине в целом, в рамках сильного региона, то здесь, конечно же, впечатляющая цифра. И мы эту пятилетку будем жить этим развитием нашей медицины. Почему? Потому что здесь будет создан так называемый межрегиональный центр. Никому не секрет, что медицинское оборудование немалых денег стоит. Его нужно загружать всегда по максимуму. Поэтому была такая принятая идея, что вот в таких городах, как Лида, мы будем развивать эту медицину таким образом. Сконцентрируются здесь вот, опять же, возможность приобрести вот это высокотехнологическое оборудование. И плюс высоко квалифицированные специалисты, которые смогут здесь вот именно на нем работать. И этот центр у нас будет работать не только на город Лиду и наш регион, а прилегающие рядом регионы. И тогда вот это качество медицинских услуг, обслужив нашего населения в этом направлении, ну вырастет в разы. И это пятилетка, мы и будем этим жить. И работать. Уже есть предварительный, скажем, архитектурный проект строительства вот этого терапевтического корпуса нового, где, ну так, довольно все компактно будет размещаться, будет приобретен тоже аппарат в планах МРТ, опять же, ну и много-много-много другого оборудования. Есть архитектурный проект центра. Не знаю, насколько это конфиденциальная информация, но, насколько известно, согласно этому проекту все здания на территории больницы будут соединены, а старые снесут. Ну, понимаете, проект этот есть. Над этим проектом работало очень много специалистов, которые не только на Лиде нашей завязаны, на Гродницкой области. Это и республиканские специалисты. Ну и, конечно же, мы не можем не сказать о том, что именно Владимир Степанович, губернатор нашей области, этот проект лично курирует. Поэтому он заинтересован, чтобы наша Лида была самым правильным таким центром, с суперсовременными мировыми подходами, которые могут быть. Здесь, кроме самих зданий на территории, конечно же, нужно думать и об инфраструктуре подъездов там различных, это стоянка, чтобы было удобно и так дальше. Поэтому, ну, просто здания те, которые уже отслужили свое, они уже и материально, и морально устарели, поэтому на этом месте просто, ну, так надо, что их надо снести. И опять отрывок из вашего доклада. Молодцы. С медициной тесно связан спорт и здоровый образ жизни. Исторически в районе уделяли этому огромное внимание. Создана одна из лучших спортивных баз в Гродницкой области. Честно, была бы удивлена, если бы того, что сейчас прозвучало в докладе, не было. Вы и сами поддерживаете здоровый образ жизни, и занимаетесь спортом, и создаете в регионе условия для других. Да. Ну, не зря я так сказал, что исторически так не каждый город может похвастаться такой спортивной базой, как Лида. И, конечно же, я убежден, что это прежде всего желание жителей. Желание жителей. Без этого никак. Невозможно заставить, если им не хочется там бегать, прыгать, плавать, в хоккей играть и так дальше. И сегодня, я подтверждаю, идет постоянное предложение от наших жителей. Развитие там еще других видов спорта. Это и фигурное катание, как оказалось, есть желающие. Это и большой теннис, чем мы сейчас занимаемся. Но к этим видам, опять же, мы подходим так широко. Помимо того, что уже изучили мнение наших граждан, мы пригласили федерацию того же большого тенниса к нам, которые сделали срез, оценили наших жителей и сказали, что да, в Лиде можно. Научно обосновали нам, что нужно развивать большой теннис. На данный момент подбираем площадку. Мы, конечно же, съездим в Гродно. Вот так вот буквально недавно откроется там такое целое сооружение для занятия большим теннисом. Мы съездим в Солигорск, посмотрим, каким образом там организован данный вид спорта. И вот будем у себя, ну, в ближайшее время, я думаю, не только займемся проектом. А так особо я там указывал, что мы нащупываем, что еще развивать именно от наших жителей. Но на этот год еще не то, что даже в планах, а уже ждем просто благоприятных условиях, мы будем приводить в порядок наши городские стадионы. Городские стадионы, понятно, беговые дорожки, они нужны, они сохранятся. Ну, эта зима, она такая получилась немного для нас уже удивительная даже каким-то образом, что вот столько снега выпало, мы забыли уже, что это такое. Поэтому были трудности определенные с очисткой города. Ну, тоже жителям, личанам нашим спасибо, что многие мобилизировались и не ждали там, когда им там почистят или что-то еще. Но вместе с тем, вот мы ждем сейчас благоприятных условий и приступим к ремонту наших стадионов. И как одна из идей есть, опять же, люди высказали свои такие мысли. Вот, если брать большой стадион, школьный любой, да, в целом, ну, то уже сильно так в большой футбол не играют, там у нас достаточно уже мест, где можно поиграть, да. То многие предлагают вот само поле игровое разбить на несколько их. Там четыре таких вот, получается, различных площадки. И вот их тоже сделать тематическими, к примеру, одно поле, это будет мини-футбол, второй, это вот опять же теннис, возможно, большой, там третий, это воркаутовские какие-то тренажеры. Четвертый, ну, вот по особенностям, по особенностям микрорайонов мы будем подбирать. То есть, прежде чем вот приступать к вот этой реконструкции этих полей, мы, конечно же, соберем мнение вот окружающих домов жителей, которые там живут. Что им нужно? Вот куда лучше посмотреть? Поднята была вами и тема сохранения историко-культурного наследия на Литчине и развития внутреннего туризма. И неспроста, неспроста. Конечно же, наш Литский замок – это жемчужина, и не только Лида, и не только Гродницкая область, а даже так вот, не побоюсь, вот нашей республики. И, конечно же, хочу отметить, что только вот при сильной экономике, при развитии государства может заниматься такими проектами. И вы видели, возродили Литский замок. Возродили. И сегодня он работает уже в полную свою такую мощь. В прошлом году ввели в эксплуатацию вот вторую башню. И опять же, туристы, они показали, что это нужно. И вот о чем, опять же, поднимая эту тему, я просил, опять же, наших бизнесменов быть активнее, развивать это. Магнит есть, все, точка притяжения туристов есть. Нужно сделать Лиду таким, знаете, ни двух, ни трех, ни однодневным таким вот городом для туристов, чтобы у них было желание остаться здесь, переночевать, посмотреть наши какие-то, пусть даже ночные клубы, вот, чтобы не в день ложиться посмотреть это все. В общем, во всех этих направлениях уже много чего сделано, но еще есть над чем работать. Да, вы совершенно правы. Как говорят, совершенству нет предела. На Всебелорусском народном собрании поднимался вопрос новой Конституции. Да, он поднимался, и там довольно по полочкам тоже было все разложено, прежде всего, конечно же, и в докладе главы государства. Очень приятно было слышать, что, ну вот, наше общество, оно настолько зрелое, что оно понимает, что это главный закон нашей страны. И те предложения, которые там были, которые в ближайшее время будут обсуждаться, ну, они такие весомые, весомые. И мы будем принимать в этом непосредственно участие. Все мы. По результатам 6-го Всебелорусского народного собрания были приняты резолюции и обращения участников собрания. Да, конечно же. Но прежде чем это вот все было принято, была организована крупномасштабная работа в подготовке этого собрания. Вы тоже освещали их, я знаю, вот эти все наши диалоговые площадки, которыми мы, ну, охватили практически все, все сферы нашей жизни. Их было немало. И такой активности, ну, я просто благодарен нашим гражданам, которые, кто не мог, он там, мог обратиться это в электронном виде, свое предложение какое-то высказать, да. Очень много предложений мы практически рассматривали, у нас даже на местах. Ну, а около 60 мы отправили в Оргкомитет. И все эти наши предложения мы их увидели в резолюции. Все они касались развития, конечно же, развития. В резолюции отражены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. И здесь делегаты учитывали предложения, поступившие и на диалоговые площадки в разных регионах, и в общественные приемные. Да, все верно. Ну, и когда там принималось вот это решение, когда голосовали, ну, я не видел, кто был против. Также резолюции определены приоритеты предстоящей пятилетки и их реализация. Да. Прежде всего, конечно же, это социальная направленность. Даже если взять вот просто даже бюджет на этот год, то без малого 70% всего бюджета, всех затрат, это идет на социальную сферу. Ну, что еще? Какие цифры могут что-то опровергнуть? Я считаю, что это важно. А вот если брать в масштабах пятилетки, и вот одну из резолюций, которая там принималась, это же, конечно, поддержка демографическая всей ситуации, многодетных семей. Это тоже осталось. Ну, какое государство себе может это позволить сегодня? Только сильное. В обращении участников главной задачей было обозначено сохранение нашей страны. Конечно же, а это прежде всего, это нужно поддерживать тот курс, в котором мы шли. Это мы укрепляли экономику, развивали свои производства, становились независимыми. Даже взять просто один момент, это даже продовольственная безопасность. Это тоже независимость нашей страны. Это можно тему развивать, развивать и развивать. Прежде всего, нужно понимать, что такое государство. В целом, какие впечатления оставило Всебелорусское народное собрание? Только самое теплое. Я там встретил очень много своих знакомых, своих коллег, которые также открыто говорили о том, что нас волнует. Мы, кстати, очень хотелось бы отметить, что мы и радовались своим успехом. Радовались. Обычно, знаете, как так люди говорят? Ну, как там, у тебя какие проблемы? Нет. Нет, а мы радовались. Об одном жалели, что, к примеру, тот 20-й год, вот эта пандемия, она как бы так связывала нам некоторое развитие в плане того, даже год культуры в Лиде был. Как расстроились наши культурные работники, да и жители наши. Конечно. От того, что 50% точно таких мощных мероприятий нам не удалось просто провести. Это жалко. И кто бы что ни говорил, недооценивать этот форум не стоит. Ну, это главное событие вот этого года даже, опять же. Это говорит о том, что вот все, чем думает народ, что он хочет, чтобы развивалось наше общество, так, есть возможность это донести туда, куда нужно. Поэтому я считаю, что это одно из важнейших мероприятий. Нет сегодня традиционных личных вопросов и блока вопросов от телезрителей. Однако, надеюсь, вы продолжите некоторые фразы. Ну, да, традиция хорошая у вас. Занимаясь подготовкой доклада к Всебелорусскому Народному Собранию, я... Прежде всего хотел бы показать, чем мы жили вот все это время и как будем развиваться дальше. Потому что, ну, невозможно в 7 минут вложить все, что вот происходит и делается у нас в городе и в регионе в целом. Ведь даже строительство или организация того или иного производства от мысли до начала его осуществления может пройти от года и до трех. Это проектированное предпроектное, потом финансовое средство и так дальше. Потом волновался на это. Мои надежды на форум? Конечно же, оправдались. Сейчас я уверен... В том, что мы и дальше будем эволюционировать, только развиваться и жить лучше. Главная задача делегатов. А вот буквально, когда закончилось это мероприятие наше, так, все в один голос сказали, что нужно максимально быстро сейчас встретиться с нашими гражданами, с трудовыми коллективами и рассказать то, что происходило вот в этих два дня на этом форуме. Поэтому уже мы практически распределились, где, какими группами мы будем ездить, встречаться. Спасибо, Сергей Васильевич, за разговор. Уверена, сегодняшняя наша встреча была полезной и тем, кто поддерживал Всебелорусское народное собрание, и тем, кто, возможно, недооценивал его значимость. Спасибо. Напомню, сегодня на мои вопросы отвечал председатель Лицкого райисполкома Сергей Ложечник. Лицкого райисполкома Сергей Ложечник.